Итак, краткое содержание предыдущих серий. У меня был коптер Echin Tiro 109, в котором сгорела электроника, регулятор и контроллер. Я отчаянно пытался туда запихнуть стак от Mamby F405. Когда понял всю бесперспективность данного мероприятия, я решил поменять раму на реалаковскую. Вот я припаял все моторы, припаял разъём. Теперь настало время организовать камеру. В камере у нас такая сложная схематика. Связана она с тем, что у Echino изначально в разъёме для камеры идёт, по-моему, чуть ли не напряжение с батарейки. Для того, чтобы питать камеру, нужно 5 вольт. Достаточно забавно, и поэтому народ делает вот так вот. Вот идёт питание у нас от передатчика видео, а видео идёт уже в разъём видео. Это всё, конечно, замечательно, но нам нужно всё это переделать. Полётник у нас встанет вот так разъёмом вперёд. Ну и к тому же вот они здесь стоят. Да, вот по моему мнению, надо делать вот так. Видео разные фотографии в интернете, и так, и наоборот камера. Ну, мне кажется, что логично вот так сделать. Достаточно забавно, что у производителя рамы, даже на официальном сайте, никакого мануала, даже рядом, нет. Так, ну вот, здесь у нас будет основной провод. Вот так вот, очевидно, что. И вот идут наши провода. Ну, очевидно, что они будут в суровый натяг. Поэтому мы так делать не будем. Делать будем хорошо. Отрежем и нарастим нашим любимым МГТФ. Так, передатчик, видеопередатчик у нас встанет вот так. Соответственно, разъём. И вот нам сюда нужно всё это привести. Ну, а это мы заведём вот так вот. Вот так вот. Ну, и где-нибудь посюда отрежем. Вот так вот. Ну, ну, в общем-то, и всё. Теперь камера. Камера у нас с вами. Вот здесь камера, земля, 5 вольт. МГТФ. 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 Сначала все это включим, чтобы понять, что оно не загорится сразу. Для этого мы берем наш смок-стоппер и очень аккуратненько пробуем все включить. Уже ничего не горит. Пробуем еще раз. Бонзай. Ну все, друзья, у нас все заработало. Теперь нам осталось припаять приемник. Так, в принципе, на этом все. А, нет, еще бузер. Так, приемник у нас будет жить где-то вот здесь. И вот так вот будут торчать антенны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все работает. Итак, из паяльных работ у нас осталось только припаять, отпаять от старого контроллера базер в нашу пищалку. Пищалку используем вот такую с аккумулятором. Вообще шикарная штука. Так, на МАМБе, судя по мануалу, есть базер минус, базер плюс и земля. Соответственно, на бузере у нас есть тоже 3 провода. Бузер минус, 5 вольт плюс, ну это бузер плюс и ГНД. Ну, соответствующим образом их и паяем. Ну, теперь давайте попробуем, как это все работает. Подключим все через смок-стоппер. Подключим наш бузер. И посмотрим, как он у нас запищит. Так. Сюда. Ну, внимание. Ага. Вот он пищит у нас с вами и заряжается. Все прекрасно. Теперь мы все отключаем. И ждем эффекта. Раз. Два. 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 18 минут. Раз, два, три. Всё, вот он вырубился. Всё работает. Отлично. Дальше. По поводу антенны. Я планирую её крепить изначально, но предполагалось крепиться вот как-то вот так. Вот так. И вот так. Ещё здесь есть к раме специальная штукенция. Вот такая вот, которая здесь ставится сюда вот. И защищает всю эту антенну от того, что батарейка съедет назад и снесёт в чёртовой матери антенну. На мой взгляд, более правильно всё это сделать вот так. Здесь на стяжку закрепить удлинитель. И это даст нам возможность совершенно спокойно всем этим пользоваться. И при этом при падении выживаемость антенны будет просто на порядок выше, чем там. Потому что как бы все эти защиты, ну, умрёт батарейка, допустим, зацепившись за... Ну, как его тут не скругляй, но всё равно она в острый... Вот в этот острый край она приедет, в ней окажется дырка, ещё и пожар, не дай бог, произойдёт на борту. Нахрен это всё нужно? Такое счастье. Бузер я поставлю вот здесь. Сейчас, кстати, теперь посмотрим, дотянется ли. Он у нас в обратную сторону. Да, в принципе, дотянется. Поставим мы его вот так, чтобы тут кнопочку можно было легко нажимать. Провода аккуратно проложим здесь. Может, даже по другой стороне вот так вот. Например. Всё будет вообще шикарно. Ну, в общем, как-то так. Так, теперь наша задача всё вот это вот залакировать. И, в принципе, можно собирать. Несмотря на то, что в мануале у нас написано, что конденсатор надо паять только при 6С, я всё равно предлагаю его припаять. Считаю, что всё. Всё. Вот, как-то так. Батарейка будет крепиться сверху. Таким вот образом здесь вот я поставлю бипер. Попробую даже. Попробую его. Удастся мне его с поворотом сделать. Да, в общем-то, да. Всё удастся. И здесь аккуратно я его стяжечкой притяну. И всё будет счастье. Приёмник будет у нас жить вот здесь. Всё в термоусадочку усажу. И вот сюда тоже стяжкой приняло. А вот эти вот усы на двух стяжках выйдут и будут расходиться в разные стороны. Ну, в общем-то, и всё. Итак, постараюсь здесь в двух словах рассказать, как всё это дело настраивать. Ну, вначале нужно выбрать правильную плату. Вот здесь я сейчас укажу, что это Юри F4OSD. После этого нажимаем загрузить прошивку онлайн. Вот она загружается. Дальше жмём загрузить прошивку и наша плата начинает прошиваться. Здесь нужно принять пользовательские настройки. Ну, по крайней мере, я так делал. Заходим в бета-флайте и сразу идём в раздел моторы для того, чтобы определить, в какую сторону у нас всё это крутится. Вот есть, ну, понятное дело, что всё нужно делать со снятыми пропами. Ни в коем случае даже не пытаться, даже, на мой взгляд, с незакрученными пропами это плохая идея. Нужно их банально снять, потом согласиться, что мы понимаем всю опасность и крутилками 1, 2, 3, 4 по очереди запускать моторы и, смотря на картинку в левом верхнем углу, сравнивать, каким образом они у нас крутятся. Ну, и, соответственно, потом мы заходим в Bell Helio конфигуратор, нажимаем кнопку Read Setup и меняем в тех регуляторах, в которых у нас неправильно было настроено вращение, ну, в моём случае это все были неправильные, все на реверс, ну, в вашем случае как повезёт. Дальше делаем в Write Setup и, в общем-то, с регуляторами мы закончили. Потом заходим в Betaflight и идём последовательно первые у нас порты. Нужно выбрать на первом уарте у нас приёмник. Далее нажимаем кнопку сохранить, заходим ещё раз, проверяем, всё ли получилось. Да, всё получилось. Заходим в конфигурацию. У нас нормальное вращение моторов, не обратное. Ну, единственное, я уменьшил минимальное значение газа до 3%, и, в общем-то, ну, тут видно, какие галочки у меня стоят. Это предварительная настройка для первого полёта. Далее, по питанию важный момент. Нужно указать вместе в датчика тока в размере 240 и также указать встроенный АЦП, потому что сразу он почему-то не указывается. Далее, всё это нужно, безусловно, нажать на кнопку «Сохранить». В фейлсейфе нужно поставить дроп. Пиды мы не трогаем, летим на стоковых. Единственное, имеет смысл настроить рейты, какие вам удобны. Я вот летаю вот так, кому интересно, вот, пожалуйста. Мы включаем приёмник и смотрим, двигая стиками, какие линейки у нас двигаются. Если двигаются не те, меняем таблицу каналов. Ну вот, у меня АЕТР бывают разные. Также советую указать мёртвые зоны в размере 5. Всё это не забываем сохранять каждый раз на каждой странице, чтобы настройки не пропали. Далее нужно настроить режимы, но, увы, АХ у меня не записалось, как я это делаю, но я, если честно, настраиваю только один режим R и, соответственно, бипер. В общем-то, на этом и всё. Вот, ну вот так вот это всё летает на стоковых пидах. На мой взгляд, очень неплохо. Проект считаю удачным. Надеюсь, вам понравилось видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо, всем удачи. Пока.